В колледже профессиональных технологий сегодня тоже праздник, только вот в гостях особенные дети. Для виновников торжества организовали специальные мастер-классы, можно было научиться плести, правильно завязывать платок, сделать заколку своими руками. Но большинство детей сюда пришли даже не для этого. Главная цель – общение. Это наше первое мероприятие такое, как таковых у нас в нашем селе таких не проводят. Что тебе понравилось здесь? Все! Большинство из гостей – девятиклассники. Для любого выпускника выбор профессии непрост. Для детей с ограниченными возможностями это тяжело вдвойне. Большинство из них после окончания школы вынуждены сидеть дома, дальше учиться негде. Ближайшее учебное заведение для студентов с ограниченными возможностями в Новосибирске. Но теперь специальный инклюзивный центр появится и в Хакасии. В колледже по особой программе будут учить на парикмахеров, поваров, закройщиков. Захотелось стать парикмахером после этого? Хоть захотела. У меня лучше получается. Инклюзивный центр откроется уже в сентябре. В июле начинается приемная кампания. Закупят оборудование за счет четырех федеральных миллионов. Миллион рублей выделила республика. Наша площадка будет действовать в течение пяти лет. В течение пяти лет мы будем совершенствовать нашу материально-техническую базу, совершенствовать условия, в которых будут обучаться. Впрочем, дети с ограниченными возможностями учатся в колледже профессиональных технологий уже сейчас. Даша Солоненко получает редкую профессию вышивальщица. Хотя в успех необычной студентки поначалу не верили даже преподаватели. Девочке из-за болезни трудно шевелить пальцами. Но за несколько месяцев Даша научилась вышивать и даже в совершенстве владела швейной машиной. Поэтому открытию инклюзивного центра она рада больше всех. Я думаю, у них должно все получиться. Я не буду дальше учиться вышивать. Особенные студенты смогут учиться как отдельно, так и в классе с обычными детьми. Предполагается даже дистанционное обучение для тех, кто не может передвигаться. Но с открытием инклюзивного центра полностью проблема получения профессионального образования для детей-инвалидов не решается. В колледже профтехнологии обучают только женские специальности. Парням-инвалидам получить образование в Хакасии по-прежнему негде. Виктор Бур, Дмитрий Кузнецов, Вести, Хакасия.